добрый вечер всем добрый вечер екатерина юрьевна рад вас видеть слышать здесь давайте подождем некоторое время пока подключается все кто присоединится конференции нас пока 30 участников подождем еще некоторое время мы с вами сегодня отправимся в экскурсию по самым передовым инструментом развития которые открыты человечеством развитие себя развитие своих талантов развитие своего дела развитие отношений развитие своего бизнеса развитие своих творческих способностей развитие своего предпринимательства развитие своего героизма да да героизм необходим нам для того чтобы решать все жизненные проблемы героизм я вижу его как главную энергию нашей жизни который движет нами так что мы с екатерина юрьевны моим давним другом партнером и когда-то в бытность в далеком даже моей студенткой которая занималась у меня вместе своим замечательным мужем холотропным дыханием в 90-е годы мы давно уже преподаем трансперсональные программы в московском институте психоанализа вот уже двенадцатый год и долгое время мы вели программы по трансперсональной психотерапии консультированию но трансперсональное направление в современной гуманитаристике то есть современных гуманитарных наук это не только о психологии и психотерапии трансперсональное по самой своей сути связано с исследованием ну самых максимальных самых предельных измерений человеческой жизни возможности и ресурсов поэтому но вот самого начала трансперсональная психология исследовал человека на границе жизни смерти абрахам маслу один из сооснователей трансперсонального подхода вел представление о пиковых переживаниях и доказал чрезвычайную важность этих переживаний для жизни для познания для отношений для человеческих дел и исследование пиковых переживаний исследование предельного опыта стала одной из главных тем трансперсонального направления психологии психотерапии гуманитарных науках есть даже не буду вас грузить но есть даже трансперсональная медицина трансперсональная экология трансперсональные гуманитаристика в широком смысле трансперсональный бизнес и во всех трансперсональных подразделениях вот большого трансперсонального проекта особое внимание Уделение уделяется пиковым переживаниям, максимальным ресурсам, которые возможны для человека, и исследованию того, как мы по максимуму можем развиваться, по максимуму можем раскрыть свои возможности, как мы можем по максимуму прожить наиболее полноценную жизнь. И, конечно же, транспарциональная психология – это о развитии, и если мы посмотрим широко на транспарциональное поле, а в это поле мы включаем и другие мощнейшие направления духовно ориентированной психологии, психотерапии, антропологии и так далее, то это, конечно, интегральный подход кино Вилбера, который первоначально был в транспарциональном поле, в направлении, потом отделился, потому что Вилбер использовал дополнительные инструменты, он более активно, более яростно вгрызался, анализировал и использовал академические исследования, большую мировую философию, чем оригинальное транспарциональное направление. Ну и, конечно, в это же поле прорвался Арнольд Минделл, который покинул уже тихие, спокойные заводи аналитической традиции в глубинной психологии, созданной Карлом Густавом Юнгом, и создал свое мощное, точное направление, которое он связал с таожской культурой прежде всего, но также активно использует шаманские знания и практики, и буддистские, и индуистские, вообще прямой взгляд и использование тех гигантских ресурсов, которые были открыты в мировых религиях и мировых духовно-религиозных традициях и практиках, не все упаковывается в какую-то религиозную традицию, они активно изучаются и используются в транспарциональном направлении, и, конечно же, нам с Екатериной Юрьевной давным-давно хотелось поделиться и квинтэссенцией вот этих знаний, которые накоплены в таком широком смысле духовно-ориентированном подходе в современной гуманитаристике. Дело в том, что традиционный коучинг, который очень популярен, очень продуктивен, великолепно дает плоды и используется, и в Московском институте психоанализа есть целый ряд блестящих курсов по традиционному коучингу, в разные школы коучинга, он, тем не менее, в силу традиций, в силу того, что он академичен, в силу того, что он все-таки заточен на обычные дела и задачи, и учится делать их максимально продуктивно, он все-таки упускает из Фокса свое внимание всю безграничность нас, людей, и не использует все возможности нашей души, нашей жизни, которые были открыты мировыми духовно-религиозными традициями. И вот опираясь на работы титанов, первопроходцев, если брать духовно-ориентированное направление, то это, конечно же, Станислав Гроф, с которым я лично знаком с 1989 года. И я издал, возможно, вы знаете почти все книжки Гроф, и сейчас готовлю к изданию его самую последнюю книгу, которая только что завершена, вот, и она переведена уже на русский язык, и я заканчиваю редакцию «Путь психонавта». Я также с 1990 года знаком с Арниями Минделл, именно я пригласил их тогда еще в Советский Союз, они приехали первый раз в 1991 году. Я издал все их книги и организовал 10 их семинаров, и они другие мои учителя. Я издал первые пять книг Кена Вилбера, то есть представил его российской публике. Дело сейчас блестяще продолжает Евгений Пустошкин, традиции изданий, несколько линий интегрального подхода. Но я тоже лично знаком с Кеном, был на его семинарах, был у него дома в Денвере, где я взял большое интервью, которое является важной частью нашего курса. Это квинтэссенция интегрального подхода. Из уст вот этих первооснователей Станислава Гроуфа, Арниями Минделл, Кена Вилбера, а также Роберта Дилса. Я знаком с Робертом Тозе с 1990 года, познакомился с ним в США во время первой своей поездки. У меня есть памятная фотография. Я молодой Дилс, молодой. И с тех пор периодически я с ним встречаюсь, внимание, я встречаюсь с ним в основном на конференциях Европейской трансперсональной ассоциации. Дилс очень дружит с трансперсональным направлением. Одна из его гениальных, я бы сказал, книг, написанная с Макдональдом, называется «Инструменты духа». Это трансперсональный взгляд на НЛП или это духовное измерение в НЛП. Вот в том направлении, а вы знаете, что направление, которое развивает Дилс, это глыба гуманитарная. Это традиция его главного учителя Грегори Бейтсона. Конечно, он учился и у основателей НЛП, но вот главное вдохновение он получил от широту, горизонт Дилсовского подхода. Он получил, воспринял, вернее, от Грегори Бейтсона. И вот в интервью, которое участники курса тоже будут изучать, мое интервью с Робертом Дилсом, она посвящена и его новаторским исследованиям, в трансперсональный коучинг, генеративный коучинг как инструмент развития. И он очень много и с большим теплом и содержательно говорит о своем ученичестве у Грегори Бейтсона. Таким образом, вот в нашем курсе мы попытались собрать все, что знаем сами. И, по сути, это первый курс на эту тему в России. И между вами и основателями главных направлений духовно-ориентированной психологии и генеративного коучинга только две ступеньки. То есть мы посредники с Екатериной Юрьевной. А Екатерина Юрьевна училась и у Роберта Дилса, и у Стивена Гиллигена, и у Джудит Делазье, с которой, кстати, она ведет семинары. Так что это самая прямая и непосредственная связь. Наш тандем работает продуктивно, как я говорил, много-много лет. И мы пришли уже к определенному разделению труда. То есть мы – это не только мужское и женское. Преподаватели, которые, естественно, с разных сторон, с разным жизненным опытом, мужчины, женщины, передают свои знания. Но это также и разделение по тому, что каждый из нас может сделать максимально хорошо. Я еще и философ, как говорится, он еще и танцует. Я еще и философ, я кандидат философских наук, до сих пор работаю в Институте философии, старшим научным сотрудником философии «Моя страсть». И философия – это большая картина мира. Философия – это выход за пределы науки всегда. Это вопросы о том, как это возможно, как это сделано, как возможно развитие, как возможен человек. И только тогда, когда у нас есть большая картина, мы понимаем смысл всего остального. Смысл всех поддисциплин, всех структур, всех конкретных практик и методов. И вот в силу нашей специализации в нашем курсе я ответственный за большую картину. И в каком-то смысле за связь вот с таким трансперсональным направлением, ну и за исключением ДИЛСа, с которым у нас с Екатериной Юрьевной связь одинаково хорошая. Но я взял просто у него интервью, поэтому вот вы будете изучать ДИЛСа через наш разговор. Ну и параллельно, конечно, Екатерина Юрьевна будет самой главной вещью, связанной с генеративным коучингом и как инструментом развития вам передавать. И я буду как раз с вами делиться сущностью. Во-первых, сущностью открытий Грофа, сущностью открытий Минделла, сущностью открытий Вилдера. А во-вторых, я изложу то, как я сам творчески воспринял и развил именно в аспекте трансперсонального коучинга все те знания, которые я получил от этих гениев. И, как я говорил, поскольку я философ, а я не только философ, я не только танцую, но я еще и катаюсь на саночках. То есть мое первое образование – Московский физико-технический институт. Я инженер-физик-исследователь, экспериментатор, люблю цифры, факты, точность и так далее. И поэтому я буду давать вам материал в виде такой уже уложенной, упакованной системы и излагать открытие этих корифеев через структуру человеческой ситуации в мире. Как бы по главным нашим направлениям связи с миром и по главным нашим направлениям развития. И поэтому, если вы посмотрите нашу программку, то вот я начинаю модуль 2, первый модуль ведения ведет Екатерина Юрьевна. И вот в ведении, в эволюционный коучинг я дам сперва большую панораму человеческой эволюции. Это чрезвычайно важно. Если мы хотим знать, кто мы, мы должны знать важнейшие стадии и вехи нашей истории. Именно в аспекте развития, открытия инструментов развития, как я говорю, инструментов эволюции. И затем мы должны погрузиться, сосредоточиться и понять сущность главных измерений человеческих ситуаций. Какие главные измерения человеческой ситуации? Это, конечно, первое измерение «я». Вот это знаменитое «я», которое ищут везде. Философия в духовных традициях, «я», сознание, внутренний мир, внутренняя реальность. Как угодно, какие угодно слова. Но, несомненно, это то, что я из себя представляю. Как это устроено, мы с вами исследуем, как это устроено. И каковы основные законы и катализаторы развития внутреннего измерения. Без знания этих законов любые претензии на то, что вы получили какие-то инструменты развития, не имеют под собой никаких обоснований, реально. Потому что они не ухватывают сути. Мы с вами будем работать на сущностном уровне, то есть квинтэссенция человеческих знаний. И затем второе измерение человеческой ситуации – это измерение «мы». «Я» в связи с другими людьми. Местоимение «я» и «мы» универсальны для всех языков мира. И мы с вами разберем главные законы развития, отношения, измерения «мы», сообщества. И, главное, катализаторы, помощники развития. Это вот во втором модуле. Но я немножко соврал, что я даю только большую картину. Нет, конечно. К каждому моему модуле будет домашнее задание, будут практические упражнения. И мы с вами будем обмениваться опытом по практике. Вот в вебинарах, которые будут у нас, будут не только ответы на вопросы, не только уточнения неясных фактов, но прежде всего мы будем делиться опытом. Это необходимо для того, чтобы закрепить инструментарий развития, для того, чтобы он был вшит в вашу жизнь, для того, чтобы вы, не думая, могли им использоваться по необходимости в любых ситуациях. Ну и в третьем модуле вы послушаете первую серию моих бесед с первооснователями, со Станиславом Грофом, с Кеном Вилбером и с Арни и Эми Минделл. Затем будет следующее измерение – это внешний мир объектов и систем. Затем я дам следующее измерение развития – это вертикальное развитие, которое детально изучено, например, в интегральном подходе Кена Вилбера, в спиральной динамике я дам квинтэссенцию современных знаний о том, как происходит наше развитие с уровня на уровень. И также я вам расскажу о том, как наиболее эффективно устранять препятствия к развитию. Я дам вам квинтэссенцию 12 самых древних практик заботы о душе, открытых человечеством, которые работают в наши дни и которые можно использовать самостоятельно, и они более продуктивны, нежели большинство методов и практик традиционной психотерапии. Затем в шестом модуле мы снова с вами встретимся со сновоположниками. Мое второе интервью со Станиславом Грофом, еще одно интервью с Арни и Эми Минделлом, ну и обещанное интервью с Робертом Дилсом. Я в восторге от всех этих людей. Я люблю, я бы сказал, не только генеративный коучик, но и его главного создателя Роберта Дилс. Это человек с харизмой, с обаянием. И вы почувствуете это в интервью. Я брал, кстати, вот в его рабочем кабинете интервью в доме. У него дом есть в Париже и дом в Калифорнии. В парижском доме. И с удовольствием увидел, во-первых, около рабочего стола мольберт, на котором Дилс рисует маслом. А рядом гитара, джамбо-гитара. И когда я закончил интервью, мы даже с Робертом попели вместе. Я попросил ее взять гитару. Так что это совершенно наш человек. У меня тоже, видите, под рукой стоит инструмент, на котором я люблю отдыхать. Вот так вот переберешь струны, споешь песенку или просто поимпровизируешь, и все уже по-другому. Дальше, в следующем модуле, я расскажу вам о том, как развить свое творческое измерение. Какие препятствия есть у каждого из нас. Какие главные задачи стоят перед Творцом. И завершу этот модуль двумя важными другими измерениями человеческой ситуации. То, что связано с мастерством канатоходца. Такая метафора, да? Всем понятная. То есть равновесие в жизни. Или, используя другую метафору, серединный путь жизни. И объясню практику и метафизику равновесия. У нас важнейшая тема будет связанная с героизмом и путешествием героя. Вот в моем понимании. У меня оно отличается от традиционного. У меня 8 измерений героического путешествия. И героизм я определяю как главную энергию нашей жизни, как то, что движет нами. Ну и я также расскажу о духовном измерении развития. И главных законах, и главных помощниках к этому развитию. И, наконец, в завершающем своем модуле, который дает большую картину, я расскажу о практиках эволюционного коучинга, о главных помощников нашему развитию. И подведу итог жизни, как эволюционной практики. У меня есть такое понятие о людях, которые осваивают инструменты развития. Я называю себя и их эволюционерами. Вот в завершение будет такое подведение итогов. И вы получите в итоге большую картину мира и знания точных инструментов о том, как развиваться. А Екатерина Юрьевна расскажет сейчас вам сама о своем инструментарии. И о тех главных знаниях и практиках, которые вы получите через ее модули этого курса. Спасибо, Володя. Моя роль немножечко отличается от Володи. Катя, нет звука у тебя. Есть звук? Нормально? Пошел? Нормально, да. Значит, если Володя, Владимир рисует такую вот панораму и такую широкую картину свободными мазками, то мой маленький женский вклад состоит в том, чтобы быть очень тщательной. Такие миленькие, такие тщательные мазочки в этой картине. И я лучше всего думаю, когда я готовлю или убираю, или занимаюсь с детьми, или гуляю. И вот на гитаре играть, ну нет. А вот петь и плясать, это да. И с Робертом Дилцем, и со Стивом Гиллиганом, и с Джудит Делазье мы вот как раз пели и плясали во время моего обучения в Калифорнии, потому что мне очень хотелось дойти до сути вещей и понять, что же это такое, и чем вот этот подход генеративного коучинга отличается от всех остальных. От коучинга по типу Натаски, от коучинга по типу жизненного сценария, изменения жизненного сценария, от коучингов, от которых очень много на современном рынке, и они связаны с постановкой цели. То есть люди исписывают тетради и тонны бумаги, ставят цели и определяя линии развития. И вот это как-то меня не очень устраивало. Я хотела понять, можно ли как-то по-другому. У меня вот так не получается. И тогда я отправилась сначала к истокам НЛП туда, в Калифорнию, чтобы получить доступ к прямому знанию и разобраться с тем, насколько это манипулятивно или не манипулятивно. Меня тогда очень занимал этот вопрос. То есть то, что это работает безусловно, а вот степень манипулятивности меня этически очень трогал. Это не манипулятивно, это раз. И во-вторых, хотелось очень понять, чем генеративный коучинг отличается от всех остальных видов. Но генеративный означает порождающие изменения. То есть это такой инструментарий коучинга, который порождает изменения. И вот еще моей трансперсональной душе оказалось очень близким тем, что подход к коучингу очень глубокий и высокий. То есть основные коучинговые темы, ну типа того, что как начинать, от чего отказываться, какие барьеры, как освободиться от ненужного, как сформулировать намерения, они в генеративном подходе сформулированы и оформлены через архетипические темы. Рождение – это новое начинание. Смерть – это освобождение от ненужного, старого и мешающего. И возрождение – это пробуждение к реализации своего намерения и вот, собственно, реализация в жизненном потоке. Это раз. Еще, что меня очень, так сказать, вдохновляет и побудило разрабатывать этот курс, это то, что очень много прекрасных, богатейших методов, взятых не только из коучинговых практик, но и из глубины истории, из глубины религиозных и духовных традиций, здесь вот как раз используются и привносятся. Ну, например, такие методы, как мандала существования, круг самости, энергетический шар, кельтский крест, путешествие героя, методика метод Тетралемы, метод совета ресурсов и так далее. То есть совершенно трансперсональные методы, которые вот объединяют генеративный подход Роберта Дилтса и трансперсональную психологию. Поэтому мне очень хотелось вот эти все красивые и очень глубокие методы объединить, систематизировать и предложить их, чтобы они пошли вообще в коучинговую практику. Потому что с моей точки зрения их не хватает, их не хватает в практике наших коучей. Вот, ну и еще один момент. От студентов я слышу все время запрос на систематизацию. Дело в том, что в интернете довольно много представленных, ну, каких-то записей, каких-то ссылок на вебинары, на которых Дилтс, Геллиган и Делазье показывают методы генеративного коучинга. Но люди говорят, да, мы не можем их взять, потому что они представлены как бы разрозненные, они даны вне системы. Вот немного систематизировать, упорядочить эти методы. Вот была одна из задач. И те темы, которые веду я, это первая тема введения в коучинг, в которой я пытаюсь систематизировать те школы и направления коучинга, которые близко и близки по духу и по методологии трансперсональному подходу. Вот. И здесь можно сказать о коучинге с малой буквой К. Это навыковый коучинг, это коучинг по выбору, там, по решению конкретных профессиональных задач или каких-то производственных задач. И коучинг с большой буквой К, да. И вот этот коучинг с большой буквой К предполагает развитие человека в широком смысле слова и развитие человека в системе я-мы. То есть вот с одной стороны развивая себя, но я являюсь при этом частью большей системы. И через меня могут развиваться большие системы. И я могу влиять на эти большие системы, взаимодействуя с ними. Да, и тогда вот моя личная жизненная позиция становится более осмысленной, потому что я понимаю, что я могу влиять, я могу быть связанной с миром, да. То есть я не сама себя вот тут вот развиваю и занимаюсь самокопанием, медитацией, чем-то тоже безусловно полезным. Но через себя и через группу мы можем влиять, мы можем взаимодействовать с более широкими системами и с миром в целом. И очень это, так сказать, является воодушевляющим, осмысленным и греющим душу. То есть я это делаю не только ради себя. Я делаю это для того, чтобы быть в связи со всеми. Это, наверное, уже четыре. Значит, вторая тема звучит так. Инструментарий коучинга. Инструментарий коучинга. И здесь систематизирую и как-то пытаюсь упорядочить инструменты и методы коучинга из разных практик, из разных систем с акцентом на генеративной практике. Да, что меня еще здесь очень интересует и волнует? Это возможности самокоучинга. То есть хорошо быть хорошим коучем, но не менее полезно уметь работать самостоятельно с собой. Да, и здесь я тоже разработала сама, частично заимствовала программу самокоучинга, которая предлагается в материалах. Третья тема, которую я веду, это тема использования практик медитации в коучинге. Да, и меня здесь вдохновила работа Чадмин Тана, с которой я познакомилась в его книге «Ищи в себе». Так вот, этот человек был, сейчас у него свой бизнес и свое направление он ведет. Он был, как он называл себя, милый парень в Гугле. То есть он формировал и работал медитативными методами, стоп-менеджерами Гугла. И сам он, будучи практиком великолепным, восточным, это медитативные практики, он разработал очень стройную, с моей точки зрения, очень красивую систему применения медитации в коучинге и бизнесе. Адаптированную к человеку западного склада ума, западной ментальности. И, значит, я беру эти практики Чадмин Тана и добавляю те практики, которые применяются в генеративном коучинге для того, чтобы использовать медитацию в развитии, в саморазвитии. И четвертая моя тема – это коучинг на уровне идентичности и на духовном уровне. И здесь тоже вдохновляющее путешествие героя. И то, что называется создание поля или создание общего генеративного мы-ресурса. Когда у меня спрашивают, что такое генеративный коучинг, я говорю, это когда одна голова хорошо, когда один ум хорошо. А вот когда много умов, то можно создать, можно организовать, сформировать коллективный разум, групповой разум. И через этот разум получать доступ к большему разуму, к самому большому разуму. И как раз вот этот подход геленовский, идилцевский, идолазьевский дает нам способы, как это сделать быстро, просто, ну и то, что называется в учебном процессе. И вот эффективность и простота без упрощения, то есть это хорошее, это правильная простота, да, которая, ну вот хороший дизайн, хороший формат, это простой формат, его можно легко усвоить, его можно передать, но без упрощения, без, как это, без попсы, вот, 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 не попсово, да, как работать этими методами. Ну и еще к чему я стремилась, разрабатывая этот курс. Есть, собралось, ну не знаю, лет, наверное, за 30 работы, большое количество всяких наработок и разработок. Вот, и хранить их у себя, вот, нет никакого смысла. Ими надо делиться, их надо использовать. То есть я бывала на разных тренингах, я училась у очень таких замечательных мастеров. Вот, и фрагменты этих тренингов я выкладываю, то есть учебные материалы, рабочие материалы тренингов и домашние задания я выкладываю в приложениях. То есть материал построен как курс лекции, конспекты курса лекции, как практические упражнения, включенные в текст лекций. Далее идут ссылки на видео, какие-то нарезки, которые я взяла из интернета, ну как иллюстрации к тому, что мы даем. И плюс материалы для самостоятельной работы, это материалы, которые были включены в те или иные большие тренинги по коучингу. Значит, будет возможность познакомиться с ними и выполнить вот эти задания. То есть основной акцент – это на самостоятельную работу. А моя скромная роль состоит в том, чтобы немножечко систематизировать материал, сделать его таким, ну, структурированным более или менее, и показать, как выполняются упражнения. Потому что работать по описанию с текстом очень трудно. Когда мы собираемся на вебинар и создаем вот это большое пространство, сначала групповое, а потом подключаемся к большим энергиям и к большему видению, и вот к большому разуму, то информация начинает приходить и циркулировать очень легко. И точно так же очень легко выполнять упражнения, когда мы все находимся в одном поле. Для меня большим вопросом было, возможно ли это сделать в онлайн-формате. И опыт прошлого года показал, что да, возможно. Да, возможно. Да, возможно делать эти кучу упражнений в онлайн-формате, особенно если потом вы, участники в групповом чате, отрабатывают их в парах, в тройках, или как им будет удобно. Значит, вот то, как я представляю свою часть этой трансперсональной программы. Я не знаю, все ли я сказала, Володя, подскажи. Ты пропал, не слышал. Я хочу дополнить так же, потому что нас спрашивали лично некоторые участники наших прежних программ. А вот какое отличие программы трансперсонального коучинга от программы, годовой программы онлайн и очной по трансперсональной психотерапии и консультированию. Екатерина Ильдовна, скажите, пожалуйста, в чем это? У меня очень много общего сказать по правде, потому что базовые состояния, состояние коуч, с которых мы начинаем вообще все танцы, вообще весь формат работы. Я старалась отрабатывать просто при каждой встрече со студентами, поскольку я понимаю, что это дело просто упражнение. И когда каждый раз тебя повторяют и начинают встречу, давайте сделаем такую-то медитацию, это на то, чтобы войти в состояние коуч, в состояние центрированности, открытости, связанности, целостности. И умение удерживать все, что приходит, неважно, со знаком плюс вы это оцениваете или со знаком как-то вам это приятно или нет. Удержание, да. И когда мы входим в состояние коуч, мы, следующий шаг, который мы делаем, мы открываем каналы. Канал вертикальный, связь высшее и земное, небо, земля. Канал горизонтальный, мои интересы, интересы других людей, я и группа, мы пространство. И временной канал, линия времени. Прошлое, настоящее, будущее, которое я называю, понедельник начинается в субботу. Но если в терапии, в программах по консультированию и по терапии фокус внимания был связан с тем, что с тем опытом, который там у меня за плечами, в прошлом находится, и многие люди приходили именно с этим запросом разобраться с причинами, выявить что-то большее, что какие-то вот такие паттерны устойчивые, какие-то что-то, что тянется, может быть, из прошлых жизней, из перинатального опыта, что-то, что за плечами, то здесь акцент делается на связь настоящее и будущее. И в этом смысле методы будут, конечно, отличаться. Но они отличаются и в содержательном плане, и в плане инструментов. Единственное, мы участники курса, и у нас в обоих курсах есть оптимальное состояние коуча, для того, чтобы и работать с методами терапии, и работать с инструментами развития. И также были вопросы о том, возможно ли параллельно проходить этот курс с курсом по транспарсональной психотерапии и консультированию. Ответ тоже положительный. Возможно. Возможно. Это не такой большой объем работы. Вы можете сами, поскольку это дистантная программа, определяет наиболее удобное время для того, чтобы изучать эти материалы. И единственное, в чем нужно соблюдать дисциплину, это прямые уроки, мастер-классы или вебинары с нами, с преподавателем. Но их тоже 20, вот такого рода, не 20, меньше даже, потому что у нас там... Да, видеоматериалы, да. Чуть меньше двух десятков вот таких прямых вебинаров. Единственное, нужно синхронизировать. Они все вечерами, поэтому, в общем-то, всегда можно найти время для того, чтобы сорганизовать все графики, для того, чтобы быть на связи с группой и с нами, и задавать все необходимые вопросы. Вот, кстати, о вопросах. Александр Трофимов, я вижу, поднял руку, но, пожалуйста, включите и камеру, чтобы мы вас видели, а не только вашу поднятую руку. И задавайте свой вопрос после этого. Александр молчит. Тогда, если есть у кого-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте, поднимайте, да, включайте камеру, когда вы задаете вопрос. Нам важно вас видеть. кто спрашивает. Воспринимать также невербальную информацию. А вот я вижу, какие запросы решаются на сессиях трансперсонального коучинга. Можно несколько примеров. Но вот с моей точки зрения коучинг нужен не всегда. Коучинг нужен в тех случаях, когда человек находится в транзите перехода. А транзит перехода для меня это транзит путешествия героя. То есть я хочу что-либо начать, некое дело, у меня есть некое намерение, но что-то меня останавливает. Да, или я начал, но я столкнулся с преградой, с препятствием. Да, или по в своем путешествии героя мне попались демоны или некие такие невозможные испытания, которые носят такой иррационально-трансперсональный характер. Но мы все сейчас находимся в транзите перехода, мы все имеем дело с пандемией, и для всех нас это новый опыт, и мы все находимся в коучинговой ситуации. Но это по большому счету. А по малому счету это любые ситуации перехода из того, что меня не устраивает сейчас, вот мне в этом плохо, мне здесь неважно, в желаемое или потребное состояние. Ну, например, в жизненном коучинге это переход от одного этапа жизни к другому, от одного периода к другому, и эти переходы для всех естественные. И это не терапия, это нормальные изменения, это нормальный рост. Но чтобы человек не потерялся в этом пути, нужен кто-то или нужны какие-то внутренние внутренние структуры, чтобы выстроить этот мост, чтобы осуществить этот переход. Что касается бизнес-ситуации, это, например, ситуации, когда один бизнес закрывается, открывается новый, или какой-то ребрендинг в рамках бизнеса, или происходят изменения на рынке, или что-то еще, что связано с транзитами перехода. Вот здесь коучинг трансперсональный и генеративный вводит очень полезен. И, конечно же, у нас пока нет утвержденного расписания вебинаров, потому что курс еще не набран, мы только набираем курс, и если он будет набран, если будет у нас 15 плюс участников для этого курса, то он стартует 1 ноября, и до этого мы все получим утвержденное расписание вебинаров. Сколько часов в курсе? По ссылочке на сайте перейдите, на сайт Института психоанализ, там детально структура курса и всего-всего-всего, 300 часов. Но все подробности на сайте Института психоанализа. Будет ли обучение по данной программе в последующие годы? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что мы продолжим, это будет базовой программой, все более и более приобретающей популярность, потому что материал уникальный. И именно вам вот сейчас у вас есть шанс стать первыми, кто узнает об этом инструментарии в России, первыми применять во всех сферах жизни, получив это от нас. Будет ли обучение по данной программе в последующие годы по новой? Просит, возможно ли короткую демосессию? Мы не будем делать демосессию, мы по-другому построили структуру, мы в качестве такого материала для размышлений, визионерского, предоставим вам просмотр моего фильма, где я как раз излагаю программу, которую вы познакомитесь на курсе на художественном языке. И главные герои этого фильма это как раз творцы трансперсонального коучинга. Фильм называется «Инструменты эволюции». Входят ли часы по этой программе в часы для получения сертификата Европейского трансперсонального сообщества? Мы должны обсудить это с Европейской трансперсональной ассоциацией. Какие это часы? Ну, по крайней мере там вот ту часть. Я думаю, что большую часть часов мы сможем за честь программы Европейского сертификата по трансперсональной психотерапии. Подскажи, чему будут посвящены очные блоки курса? Очные блоки курса – это ответы на ваши вопросы, это квинтэссенция вашего опыта, ответы на вопросы и практические упражнения. Там мы как раз будем делать демонстрации. Так, 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 вот пулеметом я на все вопросы Екатерина, извините, ответить. Можно ли проходить курс только онлайн без очного присутствия? Да, этот курс рассчитан на онлайн обучение, потому что год, в общем-то, очень непростой, и мы предполагали, что, возможно, всякие ситуации от нас независящие, когда мы не сможем. Да, курс рассчитан на онлайн обучение, то есть в этом году будет обучение только онлайн, формат онлайн. А дальше посмотрим по запросам, по ситуации. Имеются ли какие-то входные требования? Они на сайте Института психоанализа входные требования. По-моему, там, кроме желания требуется высшее образование для этих курсов. Больше ничего.